Микс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут семь надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Те преобразования позитивные, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент» доступен. Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент» доступен. В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. С нами на прямой связи сегодня российский экономист, финансист и специалист по инвестициям Андрей Мовчан. Здравствуйте. Да, добрый день. Телефон на прямого эфира 672 12 93 9 и 672 13 93 9. Звоните также, пишите в WhatsApp 230 6191. Вы в своем посте недавнем написали, что в мире после кризиса число потерявших доходы, сбережений и бизнеса будет несравнимо больше, чем те люди, которые потеряли жизнь. Вот еще рано, на ваш взгляд, итоги подводить? Ну, независимо от того, что я написал, итоги подводить действительно очень рано, потому что все только начинается. Мы не понимаем, что будет происходить дальше с вирусом. Мы не понимаем, какие экономические ответы будут у крупных экономик. И мы даже, на самом деле, не понимаем последствия того, что уже сделано. Просто чисто математически еще пока не посчитаны даже итоги второго квартала до конца. Мы имеем только предварительные данные. Но можно ли говорить о том, что экономика сейчас находится в процессе реструктуризации? То есть этот вирус что-то изменил в системе? Говорить можно о чем угодно, естественно. Тем более, что термины все очень гибкие. Слово реструктуризация можно понимать как хотите. Но вообще говоря, экономика находится в процессах реструктуризации постоянно. Иначе бы мы продолжали ездить на деревянных телегах, и свет генерировался лучинами. То же самое происходит и сейчас. И в последние годы это происходит достаточно быстро. И мы все это и так знаем. Вирус, безусловно, что-то подтолкнул. Но я вряд ли смогу сейчас выделить какую-то революционную тенденцию, которая возникла именно в результате появления пандемии. В общем, просто все те тренды, которые уже были, они, может быть, немного ускорились, а в целом продолжаются так же, как и шли. Сергей Алексашенко, который был гостем нашей программы, в частности, высказывал предположение, что этот кризис может быть или сопоставим, или даже страшнее, чем Великая депрессия. Вот насколько, на ваш взгляд, корректны такие сравнения? Действительно ли мы здесь можем увидеть аналогии? Вы знаете, когда кризис создается искусственно, я вообще стараюсь много говорить о том, что слово «кризис» неприменимо к этой ситуации, потому что кризис – это что-то структурное, это что-то происходит, происходящее изнутри. То, что сейчас происходит, это внешний шок для экономики. И вот в условиях внешнего шока, конечно, ждать можно чего угодно, потому что внешний шок создан, и его можно усиливать, в общем-то, сколько угодно, долго и глубоко. Но нам, скорее, следует быть реалистами. Поскольку мы сейчас с вами имеем дело с действиями правительств, которые зависят от общества и зависят в том числе от экономики, вряд ли можно предположить, что будет идти дальнейшее углубление шока вопреки желанию людей, которые живут в обществах, и вопреки желанию самих правительств. Скорее всего, всё всерьёз страшное уже сделано, и в будущем предпочтение будет отдаваться всё-таки экономической безопасности, а не безопасности медицинской. Поэтому я не думаю, что стоит сравнивать это по масштабу с Великой депрессией. Экономика сама по себе здоровая, и надо только разрешить работать нормально. Ну и кроме того, ещё очень важная деталь заключается в том, что, конечно, Великая депрессия пришла как следствие очень серьёзных дисбалансов в самой экономике, и дисбалансы эти в те времена было очень тяжело лечить, потому что, например, не было монетарных способов воздействия на экономику. А сейчас мы живём в условиях, когда значительно более эффективное и гибкое регулирование, и плюс мы имеем дело с более-менее здоровой мировой экономикой, которая просто оказалась в режиме внешнего локдауна. Поэтому, на мой взгляд, сравнение, конечно, неуместно. Геннадий спрашивает у вас в Фейсбуке, как пандемия повлияет на глобальную экономику. Вы уже частично, наверное, ответили на этот вопрос. Также он спрашивает, чего ждать обычному среднесоциалистическому обывателю-жителю? Можно ли сейчас ответить на это? Обычному обывателю не надо ничего ждать, ему нужно как-то активно действовать, продолжать функционировать, как он функционирует, быть, мне кажется, осторожным, потому что всё-таки заболевание достаточно плохое и имеет серьёзные последствия. Ограничивать свои социальные контакты, пока не будет вакцины, как минимум, пока не будет вакцины. А с точки зрения экономики, я думаю, что надо ждать достаточно слабых результатов по этому году. И если только не изменится ничего, с точки зрения прогнозов по эпидемии и по вакцине, то достаточно быстрого восстановления в следующем году. Сейчас спрашивает он про цены на топливо, пойдут ли они вверх? Мы с вами говорим про цены на топливо в России, видимо. В России цена на топливо очень сложно зависит от цен на нефть, потому что есть же бюджетное правило, которое либо субсидирует нефтяные компании, либо наоборот забирает у них достаточно много доходов. Поэтому цена на топливо в России почти не зависит от цены на нефть на внешнем рынке. Зависит очень немного. В основном они зависят, конечно, от инфляции и от внутреннего спроса, от того, насколько велик спрос на топливо внутри страны. Поэтому даже если цены на нефть еще несколько подрастут в течение этого года, я, честно говоря, не думаю, что они сильно подрастут. Но если это произойдет, то цены на топливо, скорее всего, должны были бы стабилизироваться, пока в России низкая инфляция и пока нет роста спроса серьезного. Вот в 2021 году вполне возможно, что мы увидим рост цен в связи с тем, что рост спроса будет естественным и инфляция, конечно, тоже будет ускоряться. Если говорить о России, потому что высказывались такие мнения, что Россия, которая после 2014 года находилась под санкцием и в какой-то степени была уже изолирована, хотя бы частично от Запада, оказалась более выигрышной ситуацией с точки зрения экономики в связи с пандемией. Вот насколько это справедливо? Действительно ли российская экономика была больше готова к такому стресс-тесту, если можно так назвать? Я думаю, честно говоря, что идея про изоляцию абсолютно беспочвенно. Это реальная российская связь с внешним миром идет через нефтепроводы. Финансово мы достаточно давно независимо изолированы от мира. У нас свои резервы, которые превышают наши долги. У нас есть возможность самофинансирования. У нас независимая политика Центрального банка и так далее. Что касается нашей действительной зависимости, поскольку мы не самодостаточны с точки зрения нашего спроса внутреннего, мы не производим огромное количество линклатуры важных, критически важных товаров, то мы вынуждены это закупать. А чтобы это закупать, мы вынуждены экспортировать в основном сырье. И в этом смысле мы абсолютно зависимы. У нас достаточно высокий объем экспорта и импорта. Это почти 25% ВВП. И наш импорт в основном это критический импорт от продовольствия и до критического оборудования. Мы сами не производим ни компьютеров, ни автоматических систем управления, ни крайне важных элементов сельскохозяйственной деятельности, включая, скажем, какие-то присадки, системы наблюдения, специфические компоненты удобрений и так далее. То есть, в общем, наше хозяйство не может функционировать без большого импорта. Поэтому нет, зависимость у нас высокая, зависимость эта сохраняется. У нас сейчас говорят про 7-10% падение ВВП в этом году. И подобные прогнозы – это следствие такой зависимости. Естественно, и следствие падения цен на нефть на мировом рынке. А если говорить об импортозамещении, потому что, видите, после 2014 года, об этом, по крайней мере, говорили очень активно, о том, что Россия стала на путь импортозамещения и что эта политика оказалась эффективной. Ну, я сейчас, конечно, транслирую федеральные телеканалы. Вот насколько это справедливо и как вы оцениваете вообще политику импортозамещения и эффективность? Ну, видите, статистически у нас почти ничего не изменилось. То есть, скажем, доля импорта в критическом оборудовании у нас даже выросла несколько с тех пор. Доля импорта в так называемых инпутс, в составных частях, в компонентах для наших критических отраслей с тех пор тоже немножко выросла. У нас несколько упала доля импорта в областях некритических. Там, например, в продуктах питания, не носящих стратегического характера. Но это игры на уровне десятых долей процента. Это, в общем, мало что меняет. И на самом деле импортозамещение, вообще говоря, экономически политика плохая. Те страны, которые пытались использовать импортозамещение вместо развития собственного экспорта, обычно приходили к тому, что их темпы роста были ниже, чем темпы роста у других стран. И примеров таких много, и они на разных полушариях и на разных континентах. И в том числе, например, подобная политика даже в Норвегии в свое время оказалась неэффективной и была заменена на политику поддержки диверсификации экспорта. Поэтому сейчас среди экономистов считается общепризнанным, ну, среди реальных экономистов, да, а не среди самопровозглашенных, общепризнанным, что политика диверсификации экспорта намного эффективнее, и она должна быть приоритетной, а импортозамещение не должно являться приоритетом. Кого вы считаете самопровозглашенными экономистами? Довольно много сейчас тех, кто консультирует. Я не буду называть фамилии, у нас есть достаточно много, так сказать, экономистов, которые в России утверждают вещи, более похожие на современные экономические мифологемы, скажем, о скором крахе Соединенных Штатов Америки, о гибели доллара, о необходимости существенно увеличить денежную массу в России для развития экономики и так далее. Да, вы сами наверняка их знаете, вы сами их слышали. В основном это такие экономические популисты, которые, с одной стороны, работают на власть, прямо или косвенно, а, с другой стороны, на собственную популярность, распространяя те теории, которые нравятся широким массам населения. Но крах доллара, если я не ошибаюсь, прогнозирует уже на протяжении многих лет Михаил Хазин. Вероятно, его вы имеете в виду. Как вы понимаете, из этических соображений я не буду называть фамилии, вы сами можете сделать за меня. Начали, кстати, ходить слухи о возможной девальвации рубля в России. Почему они стали появляться и насколько они вообще справедливы? Ну, девальвация, вернее, девальвация, наверное, да, девальвация происходит сама по себе. Вот мы только что видели рубль по 60, сейчас он 72, вот вам и девальвация. А девальвация, да, об этом говорят. Но, честно говоря, меня смущает сам факт обсуждения этих слухов. Денаминация – это совершенно безопасное и безболезненное действие. Ну, взяли, перепечатали бумажки, потратили некоторое количество денег из бюджета на смену всех ценников и переделку банковских систем и систем учета денежных. Получили вместо 100 рублей один новый рубль. В России это проделывалось, в Советском Союзе это проделывалось. Какие-то мелкие побочные эффекты, типа, скажем, отрубления цен в большую сторону, наверное, появляются. Но, в общем, для держателя рублей и счету в банке это ничего не означает. Ну, у вас останется такая же покупательная способность, только уменьшится количество рублей и счету. В этом смысле я бы не беспокоился. Если говорить вообще о стабильности рубля, насколько это стабильная валюта, как считаете? Ну, зачем мне считать? Вы сами можете посмотреть. Посмотрите внимательно. За 20 лет рубль упал примерно в 12 раз. Как вы считаете, это стабильная валюта? Ну, падение достаточно стремительное, мы наблюдали, причем недавно еще. Ну, конечно. То есть, падение за 20 лет в 12 раз – это валюта нестабильная. Валюта сбережения, в которой держать достаточно опасно. И напомню, что нам также можно звонить. К вам обращаюсь, уважаемые радиослушатели. 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9, телефон напрямого эфира. Также можно писать нам в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Российский экономист Андрей Мовчан у нас сегодня в программе, абонент доступен. А что касается доллара, учитывая, что мы как раз упомянули, что есть самопровоглашенные экономисты, которые прогнозируют крах доллара на протяжении десятилетий. Вообще, доллар насколько стабилен? Вот можно ли вообще говорить о том, что этой валюте что-то может угрожать? Как считаете? Это очень длинный разговор, как и любой разговор про валюту или любой другой объект инвестирования. Исторически доллар является самой стабильной валютой. Если вы сделаете регрессию доллара к основным валютам мировым, которым вы найдете достаточно данных, вы увидите, что доллар постепенно дорожает. С различными колебаниями, разумеется, но постепенно дорожает к этим валютам, и его ценность становится с каждым годом чуть выше в среднем. Если говорить про сегодняшнюю текущую ситуацию, доллар – это все еще самая общеупотребимая используемая валюта, это практически половина всего мирового оборота. Доллар – это валюта страны, которая производит 23% мирового ВВП. Общий объем долларов, выпущенных сегодня, примерно в 7-8 раз меньше общего благосостояния американских домохозяйств. И это очень хороший признак для валюты, когда валюты в реальности намного меньше, чем активы, которые ее обеспечивают. Инфляция доллара низкая, в этом году она вряд ли выйдет за 1 с копейками процент. То есть эта валюта стабильна с точки зрения покупательной способности. Кроме того, действия Соединенных Штатов Америки считаются предсказуемыми и планомерными, и нет опасности ухода из доллара в связи с недоверием к этой валюции. Уход из доллара обычно происходит, потому что, скажем, инвесторы принимают большие риски, потому что они пытаются построить свои позиции в более доходных валютах. Доллар – малодоходная валюта. Но не в связи с недоверием. В этом смысле говорить о том, что доллар – это валюта ненадежная, конечно, не приходится. А вот говорить о том, что доллар может в моменте потерять часть своей стоимости по отношению к другим валютам, конечно, возможно. Это периодически происходит. Это было в нулевые годы, например. Мы все видели, как евро стоил 1,46, например, в долларах. Сейчас евро все еще торгуется ниже паритета. Паритет покупательной способности 1,19. А евро сегодня, по-моему, 1,17 торгуется. То есть и в этом смысле, конечно, колебания доллара можно увидеть. Обычно они носят характер гармонический. То есть доллар может падать, потом расти, потом опять падать. Зависит это от соотношения ставок и от аппетита инвесторов к риску. Сейчас аппетит инвесторов к риску, как вы сами видите, растет. Объем долларов на рынке растет, потому что ФРС выпустила новые доллары и собирается выпускать еще. Монетарная политика ФРС мягкая, ставка ноль. Поэтому доллар, естественно, теряет в цене по отношению к корзине других валют. Процесс этот временный. Экономика Соединенных Штатов Америки лучше, чем экономика еврозоны. Поэтому я бы на долгосрочную перспективу не закладывался на ставку, скажем, евро против доллара. Вот интересно, что наши слушатели у вас спрашивают, стоит ли вкладываться в фунт, потому что фунт упал сейчас. Ну, фунт уже немножко подрос. Фунт уже торгуется, по-моему, почти 1,28. Я думал, что фунту еще нужно пережить историю, связанную с Брекзитом, которая только-только началась. Брекзит будет вот 1 января. Фунту придется сейчас пережить серьезные экономические проблемы. Великобритания показывает худшие результаты ПВВП в еврозоне и среди развитых стран. И не очень понятно, как экономика Британии будет развиваться дальше в связи с Брекзитом. Фунту еще нужно будет пережить достаточно серьезное противостояние в Великобритании между различными политическими партиями и то, во что это противостояние будет выбиваться. Поэтому я бы был осторожнее. Я бы скорее посмотрел на то, что будет происходить. В принципе, 1,27, 1,28, 1,30 – это комфортная территория для фунта на сегодня. И нет каких-то особенных причин, почему он должен сильно расти. Сможет ли экономика США так быстро восстановиться, как это сейчас анонсирует в Соединенных Штатах Америки? Они заявляют, что экономика уже начала восстановление. Ну, кстати, в Китае тоже заявили, что чуть ли не одна из первых экономик восстановится именно китайская. Вот вы согласны с этим? Какие шансы, если говорить о крупнейших экономиках? Да, во-первых, мы просто не знаем будущего. Мы не понимаем, что будет с вирусом, мы не понимаем, что будет с локдаунами. И мы не понимаем, как будет меняться спрос, потому что люди все-таки будут, конечно, осторожны. Они будут бояться, они будут себя ограничивать в социальных контактах. Мы знаем, что даже в России, где резко упали доходы населения, на сегодня все равно четверть доходов за кризисный период, плюс стиль сбережения. Это беспрецедентная цифра, которая, вообще говоря, давно уже не была на радаре в России. И если будет примерно то же самое происходить и в мире, то экономика будет долго восстанавливаться везде. Понятно, что политикам свойственно делать оптимистические заявления, это их работа. Понятно, что китайская экономика хорошо управляема, централизована, и поэтому она может двигаться достаточно лобильно. Но и поэтому она растет достаточно медленно все-таки. Мы привыкли говорить, что Китай растет на 6% в год, и это круто. Но 6% от 600 долларов на человека в год, там от 1000 долларов на человека в год, как китайцы растут в этом пределе, это все-таки не очень много. Американские 2,5%, от 55 тысяч на человека в год, это намного больше. Я прошу прощения, я оговорился, конечно, что в Китае от 6 до 10 тысяч долларов на человека в год. Поэтому, чтобы зрителей не вводить в заблуждение, я все цифры перепутал, давайте четко. 10 тысяч долларов – это ВВП на человека в год, а рост примерно, соответственно, на 600-700 долларов на человека в год был у Китая до кризиса. В Америке 55 тысяч долларов на человека – это ВВП, соответственно, рост примерно 1000-1500 долларов. Америка растет в долларах на человека в 2-3 раза быстрее, чем Китай. И это ограничение – это как раз ограничение плановой экономики. Теперь, когда мы с цифрами разобрались, можем вернуться. Да, китайская экономика хорошо управляема, но в малых пределах. В пределах вот тех самых 500-600 долларов на человека. Поэтому, когда китайцы говорят, что их экономика быстро восстановится, да, в этом можно верить, но все равно пределы восстановления не очень большие. Американское восстановление, конечно, значительно масштабнее. Много звонков у нас. 6,7212-93,9 и 6,7213-93,9. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, зовут меня Александр. Да, Александр. К Андрею Мовщану. Андрей, слежу за вами, читаю ваши блоги, и мне нравится очень ваша аналитика. Именно поэтому хочу задать вопрос. Восстановление мировой экономики еще очень много зависит, на мой взгляд, непрофессионал, от того, как быстро крупнейшие мировые производители справятся с объемами перепроизведенных товаров. Я имею в виду, что реально произведено автомобили в мире, и электроники, и одежда произведено на несколько населений Земли. И мне кажется, что это будет тормозить достаточно долго развитие экономики, и откуда возьмется рост, если у нас комиссия перепроизводства. Спасибо большое. Да, спасибо. Мы на этот вопрос попросим вас ответить после небольшого перерыва. Сейчас прервемся, потом вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами. Продолжаем. Это программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. Андрей Мовчан. Российский экономист и финансист с нами на прямой связи по скайпу. Еще раз здравствуйте. Еще раз добрый день. Ну и возвращаясь к вопросу нашего радиослушателя Александра о кризисе перепроизводства. Как я понял? Ну, статистически, по крайней мере, то, что мне известно, какого-то специфического кризиса перепроизводства сейчас нет глобально в мире. Причем, слушатель говорил про машины, одежду. В реальности, там, где есть перепроизводство, действительно, это менее заметно. Например, в нефтехимии. Перепроизводство полиэтилена, например, сейчас в мире достаточно большое. Но там мир реагирует очень быстро, реагирует резким снижением цен. И даже огромные компании, производящие полипластики, включая государственные катарские компании, например, они чувствуют себя не очень хорошо в этой ситуации, потому что цены ушли очень низко. И если они моносоциалисты, то они сейчас откровенно теряют деньги. То, что касается запасов по потребительским товарам, их объем умеренный. Спрос падал, ну и производство падало в связи с локдаунами, в связи с карантинами, в связи с достаточно гибким изменением графика работы. И в этом смысле я думаю, что всерьез бояться особенно ничего не нужно. Тем более, что большинство производящих компаний в мире, большинство производителей, и это, в общем, не секрет, хотя это и не очень хорошо с точки зрения экологии, заранее закладываются на то, что часть товара не будет реализована, и излишки будут просто списаны, уничтожены, переработаны и так далее. Особенно, к сожалению, это в продовольственной индустрии. Индустрия производства продуктов питания, она очень неравномерна на земле. Есть места, где люди голодают, и есть места, где треть продуктов питания выбрасывается в конечном итоге. Поэтому ничего в этом смысле, экономика, она рабастна, она приспосабливается, и к этому кризису она тоже достаточно хорошо приспосабливается. Я думал, что это не главная проблема. А что касается кризиса, который мы наблюдали несколько месяцев назад по отношению к нефти, когда показывали даже отрицательные величины фьючерса, можно ли сказать о том, что сейчас эта ситуация стабилизировалась, и с нефтью у нас более-менее все в порядке с ценами на нее? Ну, давайте начнем с того, что мы с вами не наблюдали никакого кризиса цен на нефть. Та ситуация, о которой вы говорите, к ценам на нефть не имеет в общем никакого отношения. Это совершенно локальная ситуация, связанная с несовершенством системы продажи определенного финансового инструмента, которая возникла однократно, и в этот же момент, собственно, цена на нефть была совершенно нормальной. Бренд стоил около 20 долларов за баррель, WTI стоил около 16 долларов за баррель. Это были нормальные кризисные цены, связанные с тем, что примерно 27-28% потребления нефти уходило с рынка из-за локдаунов, а страны не успевали сократить добычу. И вот это как раз перепроизводство сдвинуло цены в область 16-20 долларов за баррель, но не в отрицательную сферу, как некоторым показалось. Отрицательная цена была у некоторой корзины, связанной с получением физической нефти на определенном терминале, где не было места, с необходимостью платить за хранение и так далее. Это продержалось несколько часов, и я думал, что об этом надо говорить как о курьезе торговли деривативами, а не как о цене на аккомодите. Ну, говорили тогда о том, что шаг Кремля, сделка ОПЕК+, и так далее, и тому подобное, это была, в общем-то, борьба Владимира Путина или Игоря Сечина со сланцевой нефтью в США. Вот насколько, во-первых, эта версия жизнеспособна, как вы считаете, и если продолжать эту мысль, эту теорию, насколько она эффективна? То есть удалось России что-то сделать с Америкой? Я, честно говоря, не очень понимаю, в чем, собственно, состояла эта борьба. Если она состояла в попытке производить больше нефти для того, чтобы цена была ниже, и чтобы слайны сушивали с рынка, то борьба явно оказалась неудачной, потому что, во-первых, Россия производит сильно меньше по соглашению, чем раньше. Россия взяла на себя обязательства едва ли не в самые большие из всех членов ОПЕК, и в пропорции самые большие точно. И, кроме того, даже при этих обязательствах нефть, как видите, сейчас держится в районе 40-43 долларов за баррель. Это цена, по которой сланец будет производиться, потому что она выше операционной себестоимости сланцевого производства. То есть в этом смысле, если такая борьба и была, то она оказалась полным поражением. Если же вообще говорить в теории про такую борьбу, то она более-менее бесполезна, потому что сланец – это очень быстрая нефть. И поскольку там дебет очень небольшой у скважин, то свернуть производство и развернуть производство можно буквально за неделю, в отличие от конвенциональной нефти. Поэтому, когда вы пытаетесь бороться изменением объема производства, надо понимать, что вы боретесь с противником, который в несколько раз гибче вас, который легко закроется и подождет, а потом легко откроется, когда цена на нефть будет расти, а вы уже так открыться не сможете, потому что ваши скважины закрывать и открывать очень тяжело. И в этом смысле я бы постерегся бороться и скорее начал бы сотрудничать. А на ваш взгляд, что это было? Вот этот эпизод, как вы его, если, конечно, анализировали, вот те события, которые разворачивались, на ваш взгляд, какая логика была у Кремля, у Роснефти и вообще у ответственных за эту сферу в России, когда они все это сделали? Ну, вы знаете, есть же так называемый западный принцип торговли, когда люди приходят за стол переговоров со своей жесткой позицией, которую они могут оправдать, обосновать, объяснить, и, в общем, практически с нее не отступают, потому что они пришли с той позиции, которая действительно им нужна, и они понимают, что договориться лучше, чем не договориться. Есть так называемый условно-восточный, пусть на меня не обижаются восточные люди, условно-восточный принцип переговоров. Когда ты приходишь с ценой в 4 раза больше, чем ты хочешь получить, в надежде, что, поторговавшись, ты получишь в 2 раза больше, чем хотел, а противная сторона будет считать, что опустила тебя тоже в 2 раза по цене. Россия очень часто использует такой силовой восточный метод переговоров. Мы заявляем о своих требованиях значительно больше, чем на самом деле хотим, с целью попытаться получить больше, чем хотим за счет переговоров в итоге. Иногда это проходит, но чаще всего это заканчивается тем, что противник, в общем, хорошо умея рассчитать, что на самом деле Россия может требовать, смотрит на Россию как на недобросовестного партнера, который ведет себя агрессивно и занимает тоже конфронтационную позицию. Это то, что было на совещании ОПЕК, то, что мы видели. В конечном итоге России приходится отступать, Россия теряет лицо и часто получает условия хуже, чем могла бы, и в данном случае мы тоже получили, на мой взгляд, условия несколько хуже, чем могли бы, если бы мы договаривались с самого начала. Ну вот еще, если говорить о переговорах и требованиях, но, наверное, уже в более локальном таком смысле, история с Хабаровском, она дошла и до стран Балтии, обсуждается в том числе в Европе, да и вообще, наверное, во всем мире она освещается. Как вы оцениваете происходящее там? Мне очень сложно оценивать эту историю, поскольку, как вы понимаете, я не осведомлен относительно прошлого бывшего губернатора. Я не могу сказать, участвовал он в преступлениях или нет. Информации у меня такой нет. И поэтому здесь сказать, что власть действует законно, незаконно, я не могу в принципе. Я могу сказать, что центральная власть действует, конечно, чудовищно неэффективно, потому что если человек, замешанный в преступлениях, столько лет занимал пост губернатора, то это невероятный просчет федеральной власти. И необходимо менять просто руководство всего силового крыла власти федеральной. Как они могли допустить, что губернатором подобного края является преступник? А если он не преступник, то тогда тем более нужно менять руководство силовиков, потому что они обвиняют человека, который не повинен в преступлениях, причем на уровне губернатора. Таким образом, и в том, и в другом случае это невероятная неэффективность. И это, конечно, одно из проявлений того, что вообще подобная конфедерационная модель, модель с жесткой вертикалью власти, которая не дает возможности регионам самоуправляться и формировать свои бюджеты нормально, и нормально структурировать у себя конкуренцию юнит, эта модель, конечно, неэффективна. Эта модель в результате Россию разрушит. Пока нефть достаточно дорога, и запас прошлого еще велик, мы это не так хорошо видим, но со временем я думаю, что именно это станет основной проблемой на пути к гибкости России, гибкой трансформации, к экономике и политике будущего, и вполне возможно послужит триггером для разрушения страны, просто физически. Вы в одном из интервью недавнем сказали о том, что сделали такой вывод, скажем так, о том, что то, что происходит в Хабаровске, научит власть тому, что нельзя ставить того губернатора, которого выбрали, нужно ставить именно назначного, потому что того, кого выбрал народ, народ может его еще и полюбить, как это случилось с Фургалом, насколько мы понимаем. Выходит, что такой обратный эффект от этих протестов, можно ли так сказать? Ну, Россия же вообще знаменита обратным эффектом, так сказать. Если помните, восстание декабристов привело к тому, что ситуация в России заморозилась на долгие годы правления Николая I, попытки реформ Александра II привели к реакции Александра III, февральская революция привела к октябрьской, и, как казалось бы, либеральная революция и ответ на неэффективное самодержавие привел к диктатуре, которая оказалась еще менее эффективной, чем самодержавие. Протесты 2011-2012 годов привели к тому, что не к тому, что власть стала более либеральной, а к тому, что власть вернулась к архайке и пыталась инкапсулироваться в себе. Поэтому, скорее всего, действительно, любое окно протеста и любое окно гибкости в России приводит с точки зрения власти к тому, что необходимо устранять это как проблему, замораживать, заклеивать, забивать доски. И институт выборов губернаторов, конечно, тоже был полностью заморожен, заклеен. Общественное мнение в России, на ваш взгляд, может ли вообще иметь какое-то значение? Общественный протест, массовые акции, может ли оно быть услышано? Общественное мнение в России играет огромную роль тогда, когда оно угрожает центральной власти. Центральная власть, во-первых, все время пытается быть популистской и потакать большинству. А во-вторых, конечно, общественное мнение в случае центральной угрозы очень сильно учитывается и власть под него подстраивается. Другое дело, что общественное мнение в отдаленном регионе не угрожает центральной власти. И пока другие регионы массово не выражают солидарность с Хабаровском, ничего, конечно, не изменится. Хабаровск будет восприниматься как слабый, далекий регион, который ничего не может добиться в центре, а потому будет управляться центром так, как центр захочет. Если бы подобное возмущение, подобное выражение своего мнения из одного региона могло бы распространяться на все регионы, то власть, конечно, начала бы это учитывать и, конечно, меняла бы свое поведение. Но регион региону рознь, все-таки, мне кажется, это важный момент. Потому что если бы подобное произошло в Чечне, реакция была бы другой? Ну, Чечня является в некотором смысле автономным регионом. Управление Чечне делегировано местному руководству в обмен на безоговорочную лояльность центральному. И подобная ситуация в Чечне разрешалась бы, я думаю, на региональном уровне. И на сегодняшний день они разрешаются достаточно успешно. Задам свой вопрос. Общественное мнение в отношении Ивана Голунова. Получается, что оно угрожало власти по той логике, которую вы сказали? Учитывая, что была реакция от властей все-таки, кажется, что оно смогло повлиять на ход дела? Вы знаете, ситуация с Иваном Голуновым – это единственная уникальная ситуация, наверное, в моей жизни, когда я являюсь сторонником теории Задора. Я на примере десятков, может быть, сотен других примеров могу сказать, что никакое общественное мнение абсолютно не поколевало власть в случае, если Иван Голунов оказался бы просто обычной плановой жертвой подброса наркотиков для статистики МВД. Тем более, что Иван Голунов был журналистом, работающим на иностранные издания, журналистом оппозиционным и, в общем, властью нелюбимым. Я полагаю, что здесь была ситуация другая. Я думаю, что Иван Голунов являлся жертвой, причем жертвой неосведомленной, разумеется, внутренней интриги в силовых органах. Он был приманкой для того, чтобы атаковать силовые органы в борьбе за контроль над рынком наркотиков. И эта приманка сработала, и люди, которые подбросили ему наркотики, были пойманы таким образом, и произошел передел сфер влияния соответствующий. И в этом смысле общественное мнение только помогало в этом переделе, и оно оказалось как нельзя кстати. Если вы посмотрите на огромное количество подобных кейсов в других ситуациях, в том числе нынешний кейс, развивающийся с другим журналистом, который попал в заключение по обвинению аж в шпионаже, Иван Сафронов, что звучит тоже достаточно абсурдно, никакое общественное мнение никак не влияет на ситуацию, да его толком и нет этого общественного мнения. И те же самые как бы передовые издания молчат. Ситуация с Майклом Калви, с фондом Берингс «Восток», чудовищная и безумная, тоже никакое общественное мнение никак не меняет. Я могу привести вам еще десятки и сотни примеров той же самой ситуации. Поэтому если вы на клетке со слоном видите надпись Буйвол, как говорит Козьма Протков, не верьте своим глазам. Ситуация с Голуновым отличалась от того, как ее описывают. Это не человек, арестованный по рутинному делу о подбрасывании наркотиков, которого спасло общественное мнение. Это не так. У нас звонок. Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый день. Вот если можете, прокомментируйте, что происходит с финансовой системой, с банками в Латвии. Тут очень здорово начали отбеливать банки, как бы сказать, в английские одежды одеваться решила Латвия. А вот с точки зрения инвесторов, бизнесменов, как вот это выглядит? Да, спасибо вам. Но не сказать, что банки отбеливали, у нас многие ликвидированы просто. Спасибо за вопрос. Я, к сожалению, не могу следить внимательно, не слежу внимательно каждодневно за ситуацией в банковской сфере Латвии. Я знаю, что в свое время, несколько лет назад, на банковскую систему латвийскую была направленная атака европейских и американских регуляторов. Связана она была с тем, что через латвийские банки проходило действительно, поверьте мне, очень много серых и черных денег. Атака эта привела действительно к массовому закрытию банков и более виновных, и менее виновных в этих процессах. Естественно, в этой ситуации бюрократические регуляторы стали параноидальны, и работать в Латвии стало очень тяжело. Многие клиенты, в том числе и мои клиенты, потеряли деньги в латвийских банках. До сих пор что-то не могут вернуть, несмотря на то, что есть деньги абсолютно белые. Очень многие клиенты, и мои клиенты в том числе, из латвийских банков ушли, и вряд ли когда-то будут туда возвращаться. Но в больших деталях я, к сожалению, ситуации не знаю. Вот наши радиослушатели довольно часто, не сейчас, но довольно часто спрашивают о том, как и где лучше хранить деньги. Есть ли какой-то рецепт? И американских банков вполне хватит для хранения денег. Возможностей достаточно много. Что будет с наличными деньгами вообще в перспективе? Останутся ли они, или их доля будет уменьшаться стремительно в обороте? Она, конечно, будет уменьшаться. И она будет уменьшаться просто, прежде всего, потому что наличные деньги перестали быть удобны. На уровне сегодняшних возможностей расчетов через интернет, карточных продуктов, новых типов расчетных систем, типа, скажем, Монзо или Революта, появление новых платформ, появление систем Apple и Google Pay и так далее. Конечно, количество наличных денег будет сокращено. Сегодня, в общем, в Москве, я даже не представляю, где в Москве нужно платить наличными. Даже на рынках сегодня все принимают карточки. А если кто-то не принимает карточки, то можно перевести на карту или заплатить через платежную систему. Наличные останутся для каких-то особых случаев, для расчетов, скажем, по мелким сервисам и мелким работам на месте, для расчетов сильных в периферии, в странах четвертого даже, а не третьего мира. Надо сказать, что страны третьего мира даже быстрее, чем страны первого мира переходят на электронные расчеты. Наличные останутся для каких-то сертификационных целей, скажем, подарки. Вы хотите подарить своему ребенку, я не знаю, 100 рублей или 1000 рублей. Вот, значит, вы можете это сделать с бумажкой. И постепенно, я думаю, что постепенно это все будет все больше и больше уходить. Но это вытеснит серую и темную зону экономик, то есть поскольку в Латвии около 20% это серая зона, так называемая, зарплата в конвертах и так далее и тому подобное. То есть уход наличных может ли вообще решить эту проблему? Не все так просто. Во-первых, наряду с системами, так сказать, мейнстрима, которые будут помогать рассчитываться безналичными средствами централизованно, конечно, будут расти серые системы расчетов, независимые, индивидуальные, изолированные, которые непрямыми интерфейсами связаны с системами расчетов мейнстримными. И криптовалюты – это, например, один из таких примеров систем, которые становятся не мейнстримными, которые позволяют рассчитываться по серым, черным и преступным операциям. И таких систем, конечно, будет появляться все больше и больше, потому что преступному миру как-то надо рассчитываться. Кроме того, расчет уйдет в суррогатные системы, типа расчетов, скажем, золотом, например, расчетов какими-то активами, имуществом, расчетов обязательствами, взаимозачитываемыми. Ну и потом даже игроки мейнстримных систем, крупные банки тоже могут, как мы это знаем, в том числе по Латвии участвовать в серых схемах, несмотря на безналичный характер переводов. Ну что ж, спасибо вам большое. Благодарим вас за то, что вы нашли время и вышли в прямой эфир нашей программы. Российский экономист Андрей Мовчан стал гостем программы «Абонент доступен». Спасибо вам, всего доброго и до свидания. Спасибо вам. Пожалуйста, пришлите ссылку на программу. Обязательно, да, спасибо. Всего доброго.